Самые мужественные, сдержанные, скупой на эмоции с воинской выправкой и стальным характером. Именно таким воспринимается День защитников Отечества. Праздник настоящих мужчин, а еще женщин, которые выбрали своей профессией в службу вооруженных силах. В зале городского дворца культуры те, для кого долг родине – это особое понятие. Сегодня в их адрес и в адрес всех мазырян, для кого 23 февраля – это особенный праздник, звучат теплое поздравление и искреннее пожелание. Защита родной страны от внешнего врага всегда являлась священным долгом и почетной обязанностью для людей чести. Находясь в центре Европы, Беларусь неоднократно становилась ареной кровопролитных войн и жестоких сражений. История нашей страны богата примерами стойкости и отваги, мужества и героизма, верности присяги и воинскому долгу. Имена героев, их ратные подвиги, боевые традиции передаются из поколения в поколение. Становятся яркими образцами служения Родине, готовности к самопожертвованию во имя ее свободы и независимости. Уважаемые защитники Отечества, дорогие ветераны, разрешите от имени районного совета депутата депутатского корпуса поздравить вас с праздником, пожелать крепкого здоровья, терпения, бдительности, быть примером для молодежи, активно участвовать в гражданско-патриотическом воспитании населения и с честью и достоинством нести священный долг по защите Отечества. И пусть всегда над нами будет мирное небо. День защитника Отечества – это праздник доблести и любви к Родине. Тех, кто уже отслужил, служит сейчас и кому еще предстоит служить. Ветераны, солдаты, офицеры, будущие новобранцы. Кто выбрал свои профессии созидать и создавать во благо Беларуси. Грамоты и благодарности, цветы и аплодисменты. Общим подарком всем зрителям стал яркий концерт. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, телеканал Мозырь.